Рано или поздно очевидно, что почти всякий вменяемый гражданин с высокой долей вероятности окажется где-то в отделении чего-то, то есть он окажется задержан. Что дальше происходит? Это еще, по-видимому, более стрессовая, я думаю, возможная ситуация, нежели даже обыск в квартире. Вот человек задержан, его пригласили, его привезли, его задержали в конце концов на митинге. Какие дальше базовые принципы поведения любого из нас, оказавшегося в такой ситуации? Первое. Ни в коем случае не пытаться ничего объяснять самостоятельно. Ни в коем случае. Самый большой подарок для следователя, это когда человек доставленный говорит, отдайте мне бумагу, я вам сейчас сам все объясню и напишу. Ничего лучше не бывает. Человек все равно ошибется. Вы сами ошибетесь, все ошибутся, все ошибаются. Вам нужна как минимум пауза для того, чтобы понять и осмыслить свой статус и что вас ждет. Адвокат, наверное, даже первое, что нужно в этой ситуации. Сразу отметаем все попытки следователя подсунуть вам адвоката по назначению. Это лотерея с таким мизером выигрыша. Как и положено лотерея. Еще хуже? Еще более мизерный лотерея, наверное, прямо о линии президента. Получается у нас МММ, потом адвокаты и потом уже прямо о линии президента. Вот так. Не надо туда идти, не надо в это играть. Если, конечно, вы сами непрофессиональные юристы, вам адвокат по назначению нужен так, исключительно для того, чтобы... Уже понятно, что я не профессиональный юрист. Сейчас ситуация такая, что любой человек, который чувствует риск быть привлеченным к ответственности какой-либо вообще, либо быть доставленным, либо быть допрошенным, должен иметь контакт с адвокатом, который ему поможет в случае, когда нужна будет вот такая вот его срочная реакция. Нужно иметь соглашение с адвокатом, но хотя бы устное соглашение. Как это организуется, контакт с адвокатом? Вот человеку написать, обычный человек, которого просто все вот, например, даже не будем скрывать, все достало и пошел на какой-нибудь митинг, а там раз... Смотри, здесь я должен объяснить одну тонкость. Сидит человек в отделе чего-то там. У него на столе протокол, перед ним человек в погонах. Человек в погонах ему говорит, у тебя есть адвокат? Человек пишет, я нуждаюсь в адвокате. Ему дают адвоката по назначению. И все, человек загнал себя в такие рамки, что в любом случае вот этот адвокат по назначению ему верифицируют все те действия, которые будут с ним произведены. Давайте еще заговоримся для людей вообще нормальных, которые не вникали вот в эти страшные подробности. Кто такой неформально, а по факту сегодняшних реальных событий адвокат по назначению? Кто это такой вообще? Чаще всего, к сожалению, это юрист, обладающий статусом адвоката, правом на занятие адвокатской деятельности, который находится в плотном контакте с какими-то следственными отделами, какими-то следователями часто даже. То есть, по-простому, если говорить и огрубляя, это фактически такой же сотрудник правоохранительных органов, как и те, которые совершаются эти действия? К сожалению, да. К сожалению, да. Ну, просто с адвокатской лицей. Есть единицы, единичные случаи, когда адвокат по назначению отрабатывает просто великолепно. Ну, это та самая лотерея, да. Это та самая лотерея. Иногда вот этот мизер стреляет. Но надо рассчитывать на то, что этот адвокат, который приедет, просто заверит все то, что с вами происходило. И потом это будет не вырубить вообще никаким топором. То есть, мы сейчас с вами просто обращаемся к согражданам. Пожалуйста, завтра же заведите себе адвоката. Уведитесь в том, что ваш телефон или вбиты его координаты, что, во всяком случае, вы помните его фамилию, или в том, что у вас есть бумажная визитная карточка где-нибудь всегда в вашем паспорте, например. Просто сделайте это сразу. У меня был основной случай в практике, когда попал у нас в поле зрения по убийству какому-то человек, несколько рассудимый. И когда мы его сдержали, когда я начинаю его допрашивать, он говорит, мне нужен адвокат. Я говорю, все, без проблем, сейчас мы тебя пригласим. Он говорит, нет, мне не нужен ваш адвокат по назначению. И пишет мне, дайте бланк, там бланк небольшой такой был, нуждаясь в услугах защитника Генри Марковича Резника. И он ставит меня в ситуацию, когда я должен какой-то факс, а это ночь, должен какой-то факс в контору Генри Марковича отправить. Ну, кстати, надо сказать, Генри Маркович ответил. Через день, по-моему, но очень оперативно достаточно ответил, что, к сожалению, мы не имеем возможности, ну, интеллигент все-таки такой же, как вы тоже видите. Спасибо. Ответил, и я показываю факс этому человеку. Но это сутки прошло. Говорю, вот смотрите, вот ответ Резника, что он участвовать не может в этом деле. Я говорю, хорошо, но он выиграл самое главное, он сутки выиграл, если ничего делать не мог эти сутки. Я не мог ничего с ним делать, я не мог ни одного следственного действия с ним произвести, ни проверку показаний на месте, ни очную ставку с потерпевшими, ничего вообще. Потому что ему нужен конкретный адвокат, и найти его, это моя проблема. То есть, на крайний случай, можно говорить, что нуждаюсь в услугах Генри Резника или Генриха Падвы, или любого публично известного адвоката, и все. А что значит соглашение с адвокатом у вас должно быть? Пусть даже оно будет таким, пусть оно будет даже устным, но вы знаете, что вот этот адвокат к вам приедет. Соглашение адвоката с доверителем, это же абсолютно конфиденциальный документ, его же даже не показываешь следователю. Вот подождите, а вы не занимаетесь адвокатской деятельностью? Нет. Нет, жалко. Адвокатская деятельность... Я хотела бы сейчас прямо с вами на месте устно договориться, в случае чего. К нам часто обращаются люди, и я всегда говорю, что если нет возможности просто назвать фамилию какого-то адвоката, ну просто человек не знает. Обращайтесь вот в проверенные организации, где работают адвокаты, которых мы отбираем вот просто по крупицам. Вот, наверное, круг организации, куда можно позвонить, написать нам на сайт. По крайней мере, мы дадим адвоката и отрекомендуем кого-то из наших адвокатов. Хорошо, предположим, вот это важное дело все сделали, и у всех людей про судьбу дальнейшую, о которых мы говорим, есть этот самый нормальный адвокат. И вот человек говорит, прошу адвоката. Вот этого адвоката. Вот этого адвоката, вот этого конкретного адвоката. А ему говорят, ага, сейчас. Маленькие, ничтожные, и у вас там таких примерно 28 помятых в одном автозаке. Сидите, ждите. Какие-то мутные люди в погонах, которые меня пытаются игнорировать. Придумать какие-то основания для того, чтобы держать дольше, никаких проблем нет. Я надеюсь, выход мы предполагаем. Сделать паузу и стоять на своем можно в этой ситуации. Продолжение следует...